Всем привет! Меня зовут Игорь Ерёмин и это проект Рэп Ньюз. Сегодня мы обсудим новый лайв-трек от Оксимирона и его интервью. Уход Егора Крида и Элвана с Black Star, а также последние успехи Макс Коржа, трек от Лил Пипа и Экс Экс Экстантасиона и многое-многое другое в нашем мини-дайджесте. Присаживайтесь поудобнее, поддержите ролик лайком и не забывайте подписаться на канал, а также насладиться просмотром. Поехали! Эх, давно у нас не было новостей о новых проектах от Мирона Яновича, а аудитория уже привыкла не получать новинки от рэпера и многие даже смирились с тем, что Окси сложил бумагу и перо на полку. Но, похоже, все совершенно иначе. И Мирон просто готовит новый крупный материал. Недавно он появился на музыкальном проекте Рэп Сити, исполнил новый, еще не анонсированный трек, а также ответил на несколько вопросов в рамках интервью. Вообще, для того, чтобы чему-либо научиться, нужно потратить на это очень большое количество часов, что приводит к нас к вопросу о том, что такое скилл. Вот скилл – это как раз то, что нарабатывается путем бесконечного количества повторений. Произошла историческая, как говорится, никто не ожидал появления артиста в шоу от Рома Жигана. Было очень приятно послушать свежие мысли от Федорова, особенно по вопросам современного представления площадки. В целом, это был настоящий взрыв чего-то привычного и родного. Мирона явно не хватало в медиапространстве, и теперь аудитория еще больше ждет возвращения легенды, ведь, наконец-то, Янович показал, что он все еще в игре. А строчки из трека про то, что он пережил старый рэп и переживает новый, вселяют надежду на то, что мы еще послушаем новые альбомы и увидим интересные дропы. Также Окси вновь пошутил над фанатами. Когда зашла речь о новом микстейпе, он сказал, что третий должен был выйти, но вообще его каждый может собрать сам, цитирую. Он так и не вышел, но это, знаешь, как набор, сделай сам. Каждый может просто мои гостевые участия последних лет скачать и сделать из них мой третий микстейп. Вот и все. Нахуй его. Хорошая идея для всех, кто так долго этого ждал. Мы все были удивлены, когда множество художников повторили его клип, кто займется теперь микстейпом. Было бы максимально интересно, сможет ли он переплюнуть первые две части. Почему пока тут растут стены, мрут, зэки судят за пару карикатур с мэром? В общем, мы получили первые признаки жизни. Угу, пора включить режим ожидания и вновь гадать, когда же Янович представит уже хоть что-то крупное. Надеемся, что это будет настоящий взрыв индустрии, и в ней наконец-то будет что-то в старом духе. Что ж, касается выступлений самого трека от Оксимирона, то это рэп про себя, про легенду и про превозмогание, как сказал сам исполнитель, просто потому что он может про это читать. Также в своем интервью Окси назвал троих лучших рэперов. Внимание удостоились ATL, Husky и Face. Ну, очень необычный выбор, достойный вашего внимания. Все мы знаем непередаваемую атмосферу ATL, волшебные сказки про Россию от Husky и то, как Face изменил все представление о музыке в России. Удивительно, что в этот список не попали участники Booking Machine, ведь там тоже найдутся достойные и сильные представители. Но это уже выбор самого Мирона. А мы предлагаем вам написать в комментариях свой топ-3 любимых исполнителей. Также напишите, что вы думаете о выборе Окси и прав, ли он насчет трех лучших исполнителей или нет. Да и вообще, как вам поход Оксимирона на шоу к Жигану и его интервью на фоне надписи «Рэп.ру»? Это шутка. Ну, все переплетено, само собой, на бикрель, наискосок, все переплетено. Недавно сразу два заметных участника объявили о завершении сотрудничества с лейблом Black Star. Ряды черной звезды поредили. И сразу после Егора Крида объединение должен был покинуть и L1. Но если Егор ушел без лишних конфликтов и смог оставить все творчество при себе, то вот L1 подал в суд на бывших партнеров. Не пойми меня неправильно, сука, не пойми меня неправильно. Каждый день я забираю новый кэш с видом, будто бы меня заставили. Я под залог заберу твою, суку. Малышка, держи меня крепче за руку. За продолжительный срок им так и не удалось договориться о мирном решении конфликта, а сам Ливан до последнего не вносил ничего на публику. Зато теперь дал интервью изданию «Медуза» и даже вызвал Тимати в правовое поле. При этом до сих пор нет официальной причины, которая могла бы ему помочь оставить себе все права. 30 дров наломав, с улыбкой младенца все отрицать. Пора бы уже начать что-то делать, а не тупо пиздеть в интернете. Это не предвыборный лозунг и крепкое слово не ради поднять себе рейтинг. Но зато L1 у себя в Твиттере заявил следующее, цитирую. «Два года назад, когда я первый раз решил уйти, выходной билет стоил 170 миллионов рублей. И это не за каталог песен, а за разрешение их петь, которые у тебя заберут, если будешь себя плохо вести». «Я ненавижу российский шоу-бизнес». Естественно, L1 отказался от такого предложения, но не все так однозначно. Для Blackstar также были предложены весьма интересные условия. Артист просил хотя бы дать ему возможность петь свои песни, а весь Роялс пошел бы в копилку Тимати. При этом рэпер не раз утверждал, что каждый свой трек он написал самостоятельно. «Все, все, 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 все ли ничего? «Все, все, 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 все ли ничего?» Также он отмечал, что большая часть всей работы была сделана им и его командой, а в итоге Blackstar только помогали выйти к оппозиции в топ, что в последнее время не так нужно было некоторым артистам, ведь свою аудиторию они уже собрали. Она меня ждет и я вернусь, она меня ждет и я вернусь, она Ну и что ж тут, что же еще добавишь? А, то что 20 и 21 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится крупнейший в России фестиваль под названием ВК-фест, на котором будет выступать Игорь Крид Ну а также множество известных вам рэперов на белой сцене, таких как Маркул, АТЛ, Ольга Бузова, ой, это другая сцена, но она там тоже будет Продолжаю перечислять, Биг Бэйби, Тейп, Федук, Лизер, а если нужны не только рэперы, то группа Литл Биг Тима белорусских, Элджей, Хлеб, Джараха, Флауд, Йеллоклау и так далее по списку скрасят ваши выходные Все это ВК-фест, не пропусти А мы переходим к следующей новости Нас вновь покоряет Макс Корж, удивляя не только интересными выступлениями, но и вполне заслуженными цифрами Недавно стало известно, что артисту удалось собрать солд-аут на самой крупной площадке в Минске за полтора месяца до концерта При этом площадь стадиона весьма внушительная, по общим оценкам он вместит в себя более 30 тысяч человек Сложно представить, какая невероятная энергия там будет Можно с уверенностью сказать, что Корж сделает на сцене все самое лучшее и самое выдающееся Например, вы только оцените недавний лайф из Киева Ну очень душевный ролик, показывает то, с какой отдачей Макс выступает и то, как на это реагируют его бесконечные фанаты Отвлечемся на пару минут от русской музыки В сети поговорим о том, что происходит сейчас на Западе А там в очередной раз продюсеры воскрешают покойных Лил Пипа и XXX стента Сиона На этот раз нам представили ремикс на один из совместных хитов Также в сети появился трек покойного он Фроя под названием Shut Up Агрессивное повествование в принципе неплохо дополняет дискографию исполнителя Но не исправляет его факта, что это сделал не он А те, кто сейчас пользуется правами на его композиции И в этом нет уже такой души и атмосферы, как раньше И неожиданно для многих на новом дропе от X'а появился Канье Из всего, что нам представили, это наиболее приятная работа В ней есть приятный вайп и протяжная расслабляющая атмосфера Позволяющая треку оставаться более протворчества Чем на попытку заработать денег на покойном рэпере SD и за май наконец-то выпустили то, к чему нас так долго готовили Первый европейский микстейп увидел свет И к нему сразу два свежих клипа снятых, похоже, за один день в разных локациях Работа была тепло принята аудиторией и даже за ее пределами Вышел новый альбом «Масло черного тмина» Казахстанский исполнитель, который на данный момент является главным открытием 2019 года Наконец-то представил дебютный альбом Местами очень сильно напоминающий других представителей сцены Ну, безусловно, сейчас он забивает все русские чарты Но мы же с вами знаем, кто главный казах, читающий маслянистым стилем Вернулся под новым псевдонимом Имеза Теперь его композиция выходит под ником Слава Воронцов Новый альбом включил в себя 9 треков На одном из них представлен фит с Яниксом Мы с твоей бэйби, это рога, ты олень бэйби Делаю вещи, делаю дорого, будто бы фэнди Молодой папа, все мои деньги, делаю сальто Вновь контентом порадовали Велил Сквотт Мрачные и скрытные артисты представили новый трек А также посетили магазин Сникер Хэт Дав там интервью про свое творчество Как, у нас первые маски это просто балаклавы были вообще без вышивки какой-то просто Ну да, как способ самовыражения И завершаем мы сегодняшний дайджест новым клипом от DK Который порадовал некоторых визуальной составляющей, но расстроил исполнение Многие жалуются на слишком большую однообразность Стоит отметить, что клип выдался очень кислотным и эффектным А на этом сегодня все С вами был Игорь Еремин и проект Рэп Ньюз Спасибо вам за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео И до скорой встречи в следующих выпусках Пока Привет, любимые подписчики Если вы хотите зарабатывать столько же денег Не будьте долбоебами и не ведитесь на хуйню Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok